Торговый дом Микробит представляет программу. В апреле 1971 года фирма IBM представила первую модель компьютера для массового пользователя. Это было начало. Мотивация очень проста. Производители утверждают, что если предоставлять информацию по дырам в программном обеспечении желающим, она попадет и к хакерам. А это приведет к еще более печальным последствиям. Компания Brother Industries объявила о выпуске нового мобильного принтера MW-100. Помещающийся на ладони монохромный термопринтер MW-100 весит всего 300 граммов. Работает с бумагой форм-фактора А7 и оборудован специальным кассетным лотком емкостью 50 листов. Разрешение печати 300 dpi. Скорость печати до 4 листов в минуту. Принтер поставляется с сетевым блоком питания и встроенным литий-ионным аккумулятором, заряда которого достаточно для печати в 100 листов. Компании BCC, Hewlett Packard, Intel и Microsoft открыли первый в России центр компетенции по технологиям универсального доступа. Суть состоит в том, что вся информация находится в центре, например, в Санкт-Петербурге, на центральных серверах. И доступ осуществляется с любого устройства доступа, будь то мобильный компьютер, будь то новодонный компьютер, будь то устаревшая техника типа 486 компьютеров. Сотрудник компании имеет доступ к центральной базе данных. При этом достигается возможность использования низкоскоростных каналов, возможность обеспечить безопасность доступа, возможность администрирования баз данных только в центре, что позволяет снижать расходы организации. Это первый центр компетенции при нашем участии, который мы открыли за пределами Москвы. Если принять во внимание огромную территорию России, то потенциал таких центров огромен, и мы предвидим открытие нескольких десятков таких проектов в будущем. Такие новости предоставила нам сегодня компания Микробит. В одной из наших предыдущих передач мы говорили о практических возможностях сканеров. Но модельный ряд сканеров столь многообразен, что даже опытному пользователю порой трудно сделать правильный выбор, что уже говорить о простых смертных. Но нам, как всегда, помогает наш постоянный консультант, специалист компании Срега Плюс Николай Зайзерский. Привет, Николай! Привет, Павлодин! Цена вроде у всех сканеров одинакова. Моделей множат. Как же правильно выбрать? Сегодня на рынке сканеров недостатков предложений нет. Представлены все ведущие производители. Хьюлит Пэккард, Юмакс, Мастек, Эпсон, Кэнон и многие другие. Каждый производитель стремится завоевать своего покупателя и делает это различными способами. Это и более низкая цена, и различный дизайн сканеров, и уменьшенный вес, и габариты. И все это при том, что технические параметры сканеров зачастую идентичны. Вот-вот, все одинаково. А вдруг не тот сканер купишь? У соседа лучше, а стоит дешевле. Володя, не секрет, что популярность твоей или иной модели определяется лучшими техническими характеристиками. Тем не менее, иногда все происходит иначе. А цена, как ты знаешь, не всегда гарантирует высокое качество. Так на какие же характеристики следует обратить внимание при выборе сканера в первую очередь? Первое, на что надо обратить внимание, это его оптическое разрешение или количество точек на дюйм. Для сканирования текста обычного размера требуется 200-300 dpi. Для размещения изображения на экране монитора 100 dpi. Для распечатки фотографий на принтере 600 dpi и выше. Другой важный параметр – это количество цветов, распознаваемых сканером, или глубина цвета. Сканеры поддерживают 36, 42 и 48-битное представление цвета. Николай, а какой интерфейс используется при подключении сканеров? Сейчас наиболее часто используются сканеры с интерфейсом USB, который имеется во всех современных компьютерах и является более скоростным в сравнении с устаревшим LPT. USB сканер легко определяется операционной системой. Использование в домашних условиях некогда популярных сканеров со сказеплатой теперь не оправдано. USB сканеры работают практически так же быстро, но при этом они дешевле. Все, выбрал USB сканер. Давай дальше, говори какой. Хорошо, слушай и выбирай. Из недорогих сканеров – Primix OneTouch 7600, разрешение 600 на 1200 dpi, глубина цвета 36 бит. Про сканеры Hewlett Packard говорят, что это сканеры со знаком качества, и это правда. Сканер Hewlett Packard 5400 – это настоящий профессионал, разрешение 1200 на 2400 dpi, глубина цвета 48 бит, цена до 200 долларов. А сканеры Mastex с оригинальной панелью управления в виде медвежьей лапы похожи, правда? Они, поверь мне, ничуть не хуже. Да, чуть не забыл. Сканер Microtex ScanMaker 3700 – тоже неплохой выбор. Постой, постой. А какой же из них лучший выбор? Покупать-то что? Вот и я говорю, приходи к специалистам, покажем, сравним, выберем, а то сразу покупать. Ну хорошо, приду. Выберу. Пока. Пока, Володя. Напоминаю, что нам, как всегда, помогал специалист компании «Свега плюс» Николай Зазерский. Присылайте свои новые вопросы на наш электронный адрес. Ну а мы переходим к новостям телекоммуникаций. Следующие новости любезно предоставлены компанией «Мегафон». Компания «Нокия» рассматривает возможность изменить систему хранения и удаления временной информации в своих телефонах. Предполагается, что в новых моделях удаление информации будет происходить через мусорную корзину, как в персональных компьютерах. Это означает, что ненужные текстовые сообщения, номера телефонов и мелодии звонков, в принципе, можно будет извлечь из корзины, а не удалять их безвозвратно. При этом в корзину попадает информация, удаленная с сим-карты. Китайские производители представили на местный рынок мобильный телефон с панелями, покрытыми рыбьей кожей. Модель «Истком» IG-888, обтянутая кожей рыбы вида гурами-жемчужной, будет продаваться по цене около 5300 юаней или за 650 долларов. Это были новости телекоммуникаций. Ближе к концу программы мы встретимся с вами еще раз. Постоянные посетители сайта нашей программы не ленятся оставлять свои отзывы о нем. Кому-то не хватает информации в разделе новостей, кто-то мечтает увидеть скриншоты новых игр. Кстати, не дождетесь. Ну, а некоторые требуют обновления дизайна сайта чуть ли не каждую неделю. У нас между сотрудниками даже разгорелся спор по этому вопросу. Что важнее, дизайн сайта или информация на нем? Кстати, а вы что думаете по этому вопросу? Ну, информация, конечно, оформление тоже очень важно, но, в общем, я, например, пользуюсь только ради информации. Я туда захожу на сайт, чтобы получить информацию и как бы более удобный доступ. Информация, конечно, но оформление как бы тоже. Если дизайн хорошо сделан, то информацию легко достать. Если хорошая информация, то, соответственно, плохой дизайн может просто отпугнуть. Оформление. Не знаю, как-то красиво все. Зависит, какой сайт, но, в общем, для меня важна информация. Наверное, и то, и то. 50-50. На самом деле, это был вопрос риторический. Чисто риторический. Ну, как, например, что было раньше, курица или яйцо? Или, например, что важнее, форма или содержание? Да то и другое важно. Как, например, обзор питерского компьютерного рынка, который готовит наши коллеги журнала «Компьютер Бизнес Маркет». Отличное содержание. Мы облекаем это содержание в соответствующую форму, и вот результат. В компьютерных салонах нашего города по-прежнему популярны 52, 40 и 50-скоростные приводы CD-ROM. Сегодня мы расскажем вам о том, как изменились цены на них за последние 4 недели. 52-скоростные устройства для чтения CD-ROM почти полгода остаются самыми популярными. Минимальная цена на них колеблется от 26 до 37 долларов. Самые дорогие, как и раньше, приводы CD-ROM марки Asus. Цена на них не меняется уже второй месяц, а устройства LG и Acer можно приобрести за 26 и 27 долларов соответственно. Левый столбец на диаграмме иллюстрирует цену месячной давности, а правый – сегодняшнее состояние. Как видите, падение цен, свидетелями которого мы были весной, практически прекратилось. Изменения составили всего 1 доллар для марок LG и Acer. 40-скоростные приводы CD-ROM стремительно сдают свои позиции в рейтинге самых популярных устройств, что далеко не в последнюю очередь вызвано их ценой. Самые популярные модели TIG и Asus сегодня можно купить за 35 и 42 доллара соответственно. Первые сегодня стоят на 3 доллара дешевле, чем месяц назад, а Asus, наоборот, за месяц подорожали на 2 доллара. Причем устройства Asus дорожают уже третий месяц подряд. Последние в сегодняшнем обзоре – 50-скоростные устройства для чтения CD-ROM. Чаще всего в нашем городе встречаются приводы марок Acer и Asus. Первые сегодня стоят ровно столько же, сколько и месяц назад, а вторые подешевели на 2 доллара. Надеемся, что наш экономический обзор поможет вам сделать правильный выбор. Ну что же, пришла пора узнать, что новенького появилось в сети за прошедшую неделю. Дмитрий Довженко провел большую, серьезную исследовательскую работу и готов доложить результаты. Здравствуйте, и вновь несколько слов о тех новых программах, которые нынче можно скачать из глобальной сети интернета. Итак, Nero Burning Room 559 – новая версия одной из самых известных программ для создания и записи CD. Новые функции. В комплект поставки включена программа Nero Express – полнофункциональная программа для создания и записей CD с упрощенным пользовательским интерфейсом. Добавлена поддержка нескольких новых рекордеров. Автоматическое стирание перезаписываемых носителей перед записью. Добавление в проект файлов с дисков, находящихся в приводах CD или DVD-ROM. Размер дистрибутива 12275 кБ. Далее, Opera, версия 6.0.4. В новой версии веб-броузера Opera исправлены некоторые ошибки. Ошибка, связанная с выводом текстов на восточных языках. Ошибка, вызывающая сбой при загрузке страниц с громоздким контентом в формате Flash. Кроме того, добавлена возможность автоматического создания резервных копий сохраненных ссылок. Имеются и другие исправления и дополнения в программе, в целом сделавшие Opera 6.0.4 более стабильные, чем предыдущие. Размер дистрибутива 3502 кБ. И последняя на сегодня Advanced GIF Animator, версия 2.8. Программа для создания анимированных изображений в формате GIF. С ее помощью можно создавать баннеры, кнопки и даже короткие фильмы. В программе имеется встроенный графический редактор, обладающий, правда, довольно скудным набором функций. Она позволяет импортировать кадры из одного GIF-файла в другой, создавать копии изображений, изменять их размер, переворачивать и так далее. Имеется возможность оптимизации размера GIF-изображений. Довольно интересная функция программы — экспорт и импорт AV-файлов. Таким образом можно преобразовать практически любой AV-файл в GIF. Размер дистрибутива 1240 кБ. Итак, это была вся или почти вся информация для пользователей глобальной сети интернет, а также просто персональных компьютеров. Я вернусь через неделю. До свидания. Рубрика «Мобильный мир» в первую очередь интересна любителям ноутбуков, палмтопов, сотовых телефонов, цифровых видео и фотокамер. Но поскольку что-нибудь из перечисленного оборудования имеется почти у каждого зрителя программы «Мир компьютера», можно смело сказать, что рубрика Андрея Соловьева интересна всем пользователям. Здравствуйте. Каждые 2-3 месяца происходит смена модельного ряда ноутбуков. На субпотребителя выпускаются новые серии, конструктивно и аппаратно отличающиеся от предыдущих моделей. Сегодня я познакомлю вас с новинкой от компании Toshiba. Серия Satellite 2405, модель S201. Компьютер выполнен по принципу «все внутри». Содержит флоп и дисковод и комбинированный привод DVD-CDRW и позиционируется как замена мощному настольному компьютеру. И на это у него есть все основания. Центральный процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 1,6 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и винчестер объемом 30 ГБ. Высококонтрастная 14-дюймовая жидкокристаллическая матрица с разрешением 1024 на 768 точек выводит картинку с помощью графического процессора от компании S3 SuperSavage IXC с 16 МБ видеопамяти. Компьютер оснащен модемом, низкочастотным видеовыходом, тремя портами USB, сетевой картой 10 на 100 МБ, инфракрасным портом и контроллером карт Secure Digital. Управление курсором производится с помощью манипулятора Touchpad, интересной особенностью которого является наличие колеса прокрутки, также выполняющего функцию третьей программируемой кнопки. При нажатии на колесо рядом с курсором появляется меню, которое можно сформировать из иконок наиболее часто используемых программ. На мой взгляд, новая 24-я серия Satellite найдет своего покупателя среди продвинутых и требовательных пользователей, не желающих жертвовать производительностью настольного компьютера. Ну что же, пришла пора назвать имя победителя, то есть телезрителя, приславшего первым правильный ответ на вопрос Почему подшипники качения находят более широкое распространение в кулерах, чем подшипники скольжения? Ну а теперь правильный ответ. Он звучит так. Подшипники качения более долговечны и меньше рассеивают мощность. Наш сегодняшний победитель Алексей Сверчков, абитуриент Санкт-Петербургского технического университета. Алексей, примите мои поздравления. Спасибо. А также эти призы от компании Топлан, популярная электронная справочная система, Санкт-Петербург 2002. 50 тысяч фирм на электронной карте Петербурга. Пожалуйста. И от компании Бука, от компьютерного клуба Башня, лицензионный диск с игрой Колин Макрай, Ралли 2. Тоже для вас. Пожалуйста. Хочу поблагодарить программу Мир Компьютера за предоставленные мне призы и пожелать удачи всем будущим участникам конкурса. Компания Firaxis Games собирается лицензировать графический движок NetoMers 3D для использования в нескольких своих будущих проектах. Представители компании утверждают, что выбрали NetoMers 3D не случайно, а лишь благодаря тому, что движок хорошо зарекомендовал себя во многих играх, таких как Dark Age of Camelot, Freedom Force и The Elder Scrolls 3 Morrowind. Он очень прост в использовании, легко переводится на любые платформы, прекрасно оптимизирован и так далее. Работники NDL, авторы NetoMers, в свою очередь, очень впечатлены тем, что Firaxis выбрала именно их детище, и надеются, что с его помощью будет создано немало гениальных игр. Компания Babel Media объявила об открытии специальной звуковой студии в Лондоне, ориентированной исключительно на игровую индустрию. Теперь Babel Media сможет предложить своим клиентам полный набор услуг по локализации, которые включают в себя озвучку, подбор актеров, перевод звука текста и графики, а также сборку конечного продукта и его тестирование. Европейский издатель Joe Wood, к примеру, воспользуется услугами Babel Media для того, чтобы перевести одну из самых своих успешных по продажам в Германии игр — The Giles, с немецкого на английский. Компания GMX Media анонсировала новую стратегию в реальном времени под названием «Наполеон». Действие игры разворачивается во временном промежутке с 1803 по 1812 года, так что игроки смогут почувствовать себя настоящим Наполеоном и принять участие во всех его военно-исторических кампаниях. GMX Media обещает снабдить игру несколькими углами обзора, отменными спецэффектами и реалистичной физикой. Просчитываются даже траектории полета каждой пули. «Наполеон» появится в продаже на европейском рынке 25 октября. Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии была Наталья Редкова. До свидания. «Ой, долго я терпел главного по играм и тут решил, хватит. В общем, смотрим мы тут на днях «Формулу-1» по телеку, я и говорю, есть у меня, мол, друг, болит, продает в отличном, говорю, состоянии и недорого. Ну, Строев завелся. «Где он, лох этот? Веди его сюда! Куплю все!» – кричит. Ну, свел я их, короче, с приятелями. «5, 4, 3, 2, 1» – время начать. «5, 4, 3, 2, 1» – время начать. Мужик на рынке Я вспомню, когда мне сдачу давал-то Пять баксов, он же так сказал У него двигатель дверь Он рычит так, чтобы Во! Хе Во! Действительно рычит, а? Да, не обманул, мужик, не обманул А главное, досталось мне, недорого Ну? Я ее за 200 баксов взял Ага Это я еще, не, не за 200, это мужик просил 200 А я еще пятерочку-то... 195 О! А? Черт Ну рычит А вот где двигатель? Рассказ об этой игре можно было бы свести К одной единственной, очень короткой фразе Очередная формула 1 от EA Sports И все Всем все ясно Разумеется, вас ждут точные копии официальных гоночных треков Не менее точные копии настоящих болидов Возможность играть за известных гонщиков Строгое соблюдение правил гонок Идеальный графический движок Превосходная физическая модель Все те черты, которыми славятся игры от EA И здесь присутствуют в полной мере А там Родимый Да Ну насчет 16 клапанов надули меня, конечно Кстати, как и насчет коробки автомат Я бы попыхать-то Не успел проверить И турбины тоже не видать А это что такое? Инжектор, что ли? Ну-ка, пойду Так А где компьютер у нас? Компьютер Бортовой Компьютер Нету Да Ясно Значит, с материальной частью Ну ничего Будем брать мастерством К новшествам можно отнести появление режима школа вождения Разработчики вспомнили, что далеко не все фанаты формулы играли в предыдущие игры серии И дали возможность новичкам освоиться с управлением Впрочем, управление особо сложным и не назовешь А для тех, кому не терпится выйти на настоящие треки Предусмотрено что-то вроде автопилота Компьютер помогает вписываться в наиболее сложные повороты, ну и так далее Так что побеждать в игре могут и те, кто не имеет за спиной десятки пройденных гоночных имитаторов Что-то я не понял, а где техперсонал-то все? Где резина новая? У меня же лысая совсем, где они все обалдели что ли? А, наверное, просто не успели подготовиться Ну да, я же на целый час опередил-то всех Вспомнил, как братья-жемагеры на старте шарахнулись, конечно, когда я выехал Судья гад, пускать не хотел Но я сразу третью и заглох Вот, на эффект получился, я вам скажу, да Что сделать-то? А, ладно Рискну-ка я на лысой А что делать? Не упускать же победу Для опытных игроков появилась программа анализа телеметрии Вы можете тщательно проанализировать прохождение очередного круга А потом перенастроить свой болид Соблюдение правил целиком и полностью лежит на совести игрока Но если с совестью у него не все в порядке, компьютер не скупится на штрафы Логотип EA Sports на диске с игрой своеобразный знак качества Новая формула от этой компании ни в чем не уступает своим предшественникам и во многом превосходит конкурентов Системные требования Pentium 3500 256 мегабайт памяти Вы не поверите, но Строев уже шесть часов подряд во дворе по кругу гоняет на своем драндулете Я ему табличку старт поставил, а вот табличку финиш не поставил Вот он и гоняет О, слышите? Проехал Горячий парень Ну ладно, пускай поездит А вы пока вопрос запишите Возможно ли подключение устройства с интерфейсом USB 1.1 к компьютеру на базе чипсета i845G? Ответы, как всегда, приносите сюда на измайловский 2 в микрофон